В 20-градусный мороз холодно не только на улицах, но и в общественном транспорте. С такой проблемой на городской телеканал обратились те, кто вынужден добираться до работы в холодных трамваях. Почему мерзнут ярославцы и что может повлиять на ситуацию, выяснили наши корреспонденты. Холодно ли девица, холодно ли в красном. Крепкие морозы вызывают крепкие ругательства ярославских пассажиров. Причем только на ветеранистые вагоны. Те, что дольше им служат, вызывают больше нареканий. Сидения без подогрева, ноги стынут. Печки они есть, но совершенно не справляются со своими задачами. Холодно в трамваях, сидения не отапливаются. Если сидения не утепленные, на нем невозможно сидеть. Если сидения свободные, то на них люди иногда не садятся. В Ярославском трамвайном парке 60 единиц подвижного состава. Чуть более 40 выходит в будни, 30 – в выходные. И только 36 – это новая машина. Поступлений не было с 2007 года. Дорогой это удовольствие – общественный транспорт. Один современный вагон стоит 17 миллионов рублей. Красные вагоны тоже оборудованы отопителями, но они недостаточно эффективны. Модель старая. Кроме того, она имеет конструктивно сдвижные двери, которые при открытии освобождают очень большую площадь. И, соответственно, весь теплый воздух из салона вытесняется на улицу. Раньше в вагонах было так холодно, что даже водители бежали рядом, чтобы согреться. Современным пассажирам это и во сне не приснится. Но и требовательные потребители услуг не всегда бывают капризны. Конечно, белые вот эти трамваи новые, там, конечно, комфортнее сидеть, чем здесь. Но если одну, две остановки, то не холодно. А если вот от конечной до конечной, то уже не очень хорошо. В основном все-таки достаточно тепло. Я даже шапку снимал обычно, сегодня вот одел. Волна возмущений схлынет вместе с холодами. Так бывает каждую зиму. Как говорят трамвайщики, у них нет предпочтений. Ротация вагонов существует. За 10 минут, что мы стояли на остановке, количество красных и белых было практически одинаковым. Марина Смарагдова, Максим Сушанов.